Все честные отцы, матушки, братья и сестры, разрешите сердечно приветствовать вас на этом семинаре и поблагодарить хотелось бы организаторов за предоставленную возможность говорить о нашей величайшей духовной древнерусской структуре здесь и на этой земле. Ливи сказал, что он хотел бы благодарить всех организаторов и всех, которые взяли участие в монастыре и в том числе и в то же время, чтобы приехать и поговорить о этой очень старой и очень важной о филе, что это дешевле, исповещать это дешевле. Этот семинар готовился очень долго, более чем за полгода. Мы надеемся, что вы получите от него большую пользу и также будете распространять нашу великую культуру духовную дальше, своих приходов и каким-то другим способом. Это семинар был подготовлен для полгода, и мы надеемся, что вы сможете получать дешевле и дешевле и дешевле, чтобы распространять его в месте, где Господь тебя вставил в твоих хирургах. Для меня, конечно, весьма необычно быть на этой земле. Самое дальнее, куда я ездил с проповедью о знаменном пении, это были страны ближнего зарубежья, Украина, Белоруссия и Польша. Ну, не буду много говорить, сразу перейдем к делу. Надеюсь, за эти дни мы с вами еще не раз увидимся, пообщаемся. Я рад буду выслушать все ваши вопросы. Надеюсь, что Андрей поможет в случае у вас перевода, потому что я в английском языке весьма скромно ориентируюсь. Почему мы проявляем интерес к знаменному пению? Почему мы это дело изучаем? Часто мы слышим этот вопрос, который нам задается. Я отвечаю так. Знаменный распев – это то церковное пение, которое было выработано через молитвенную жизнь наших с вами предков. И поэтому в наше особенно время, когда мир на нас наступает, и мы часто становимся одинокими в этом мире, очень важно оберегать древнюю культуру и стараться ее осмыслить. И воплотить в жизнь. Почему? Потому что много изменений произошло за последние 300 лет. Вот моя вводная лекция называется «Благослужебное пение Русской Православной Церкви. Система или репертуар?» Часто, приходя в храм, мы слышим разнообразную музыку. На праздник, как правильно, мы слышим песнопения мажорные, в пост, мы можем слышать песнопения меморные. Все время что-то меняется. И задаешься вопросом, а в этом ли цель? И так ли всегда было? Вот давайте будем разбираться. И прежде чем мы будем говорить все-таки, что такое должно быть богослужебное пение, системой или репертуаром, мы заглянем в историю. И что мы имеем на данный момент. В настоящее время в репертуаре благослужебного пения Русской Православной Церкви можно наблюдать две традиции. Традицию многоголосную, наиболее распространенную. Традицию многолосную, которая сейчас последние 10-20 лет тоже занимает свое место среди богослужебного пения Русской Православной Церкви. Если мы заглянем вглубь и посмотрим, как строится подбор песнопений для богослужения, то мы сможем с вами увидеть три принципа подбора вот этих песнопений. Во-первых, это репертуарный принцип. Что это значит? Это когда Регент по своему усмотрению или под влиянием других факторов, о которых мы поговорим немножко позже, подбирает для службы, формирует песнопения различных авторов, различных распевов, различных напевов и так далее. Второй принцип, репертуарно-тематический, когда Регент подбирает для определенной литургии какое-то одно направление. Ну, например, сегодня мы поем знаменном кортёво, завтра поем по обиходу Киево-Печерской лампы, послезавтра будет, если схор какой-нибудь солидный такой, московский, будет, например, день рождения композитора известного типа Рахманина и Чайковского, будем петь литургию Чайковского или Рахманина. Вот такой получается принцип. И третий, наконец, самый такой менее употребительный, это принцип системы. То есть, когда мы используем какой-то распев как систему и поем все службы им от начала до конца. Ну, в частности, обычно употребляют таким образом знаменное пение. Но это достаточно редко. Чтобы это было не вкрапление какое-то отдельных песнопений, или не исполнение знаменного пения, или византийского, например, на каких-то отдельных службах. А так, чтобы все службы шли в таком направлении. Ну, иногда используют и известный обиход Киево-Печерской лавы. Как же было в древнерусской богослужебной традиции, которая существовала у нас в полном своем объеме до середины 17 века? Там существовал основной распев, о котором мы будем говорить немножко позже. А также существовали особо торжественные распевы, которые, скорее всего, употреблялись в особых хорах, в особых ситуациях. Ну, например, при служениях, на которых присутствовал государь. Или архиереи. Соответственно, вот такие распевы, особые, орнаментные, мелизматические, для страчной пения, к примеру, которые вы услышите немножко позже, употреблялись на особых хорах служениях. То есть, в основном употреблялся основной распев. Обиход знаменного пения состоит из различных жанров. Сейчас, как правило, мы об этих жанрах ничего не знаем. Просто открываем, поем то, что в нотах написано, и не задумываемся. Но, тем не менее, это различные совершенно направления в обиходе знаменного пения. Ну, гимны, как в свете тихий. Псалмы. Это когда псалом читается, а выборочные стихи пробиваются. Таким образом исполняется, например, предначинательный псалом. Сейчас только в отдельных монастырях можно услышать такую традицию, что псалом читался, а выборочные стихи разбивались. Обычно поют только выборочные стихи. Строки литургических диалогов, о которых мы поговорим, это, например, «Тебе Господи, аминь, Господи помилуй», и «Обиходное смогласие» – это те напевы, которые связаны с системой смогласий, но при этом они исполняются наизусть, без певчастых книг. И, наконец, совершенно забытое, можно сказать, направление в древнем пении – это осмогласие, как столповое распевание, самогласное пение. То есть здесь прямое отражение предписания устава. Если мы откроем типикон или богослужебные книги, то достаточно часто там мы увидим термин, например, «стихира самогласна». Когда спрашиваешь у современных ревенков или певцов, что такое «стихира самогласна», никто не может ответить. Обычно сюда поют ее коротким напевом, нагласным, говорится. То, что является обиходным. Об этом тоже мы поговорим позже. Сначала я просто пробегаюсь, это как план нашей сегодняшней беседы. Ну и потом в конце мы поговорим о том, как организуется пение непосредственно на клиросе, чем отличается организация многоголосного пения и традиционного одноголосного, и как мы его еще называем, монодима. Ну вот здесь дается определение системы, потому что мы будем говорить о знаменном проспеве как определенном порядке. Вот здесь есть некоторые определения. Я уже не буду на них останавливаться. Вы потом, так сказать, книжкой, которая у вас есть, можете пользоваться как справочник. А мы с вами пойдем вперед. Можно переключить. Итак, многоголосное направление, которое наиболее распространено в богослужении русской православной церкви. В быту мы его называем партесным пением. Но на самом деле это не совсем корректное название, потому что само партесное пение это был определенный стиль, который возник в 17 веке и просуществовал около 100 лет и благополучно умер. Это было два направления. Два направления в партесном пении. Одно направление имело постоянное количество голосов. Это была обработка образцов древних распевов. То есть она была на основе распева. Для чего это было нужно? Дело в том, что в 17 веке бурный такой был и очень тяжелый век, как вы узнаете из истории, на малороссийских территориях возникали унии. И, как известно из церковной истории, католики привлекали православных людей через музыкальные искусства. То есть наше пение было молитвенное, оно было подчинено молитвам. музыкальное оформление католическое, оно было чисто такое внешнее. И музыкальные инструменты начали употребляться, и многоголосные пения. И некоторые люди этим прельщались. И вот на этих территориях церковь пошла на тот шаг, чтобы люди не уходили в католичество, стали переделывать древние пения на многоголосы. Давайте послушаем какой образец переложения древнего распева на нескольких голосов. Боже Муж, ниже не иди на совет, на совет. Субтитры создавал DimaTorzok И в одном из голосов, обычно это темнор, идет обиходный знаменный распевод. Второе направление в порте с надпением это было чистое подражание западноевропейской концертной хоровой музыки в тех времен. То есть это были авторские сочинения. Одного из таких авторов мы знаем, это Николай Делецкий. И сейчас послушаем вот такое песнопение, не имеющие в основе распевод. Субтитры создавал DimaTorzok и в основе мы примеры даем для ознакомления. Здесь, может быть, просто не все в курсе, поэтому не все, может быть, поют на клиросе. Ну вот это многоголосное, еще раз говорю, направление, которое возникло на основе вот этих двух составляющих. И настоящее, собственно, имеющееся у нас многоголосное направление богослужебного пения русской православной церкви и строится на этих двух направлениях. Хотя оно уже не похоже на вот это портесное пение 17 века. То есть у нас есть так называемый обиход. Он как раз имеет чаще всего в своей основе какие-то распевы. Ну, чаще всего какие-то киевский и греческий распев. Об этом мы поговорим немножко позже. И, наконец, авторские сочинения, которые не имеют в своей основе распева. Ну, у примеров им же есть числа. Архангельский, Чесноков и так далее. Барнянский. Вот второе направление, которое в русской православной церкви в частности знамя на распеве, возрождался перед революцией. Были такие процессы непосредственно за несколько десятилетий до революции. Но процесс этого возрождения был приостановлен. Приостановлен вот этими изменениями в России. и только в конце 80-х, начало 90-х годов проявляется интерес к практике одноголосного пения. Ну, здесь мы имеем тоже три направления. знамя на распеве, о котором мы будем говорить как по системе. Византийское пение, то есть современное православное, греческое и японское богослуженное пение на греческом или церковно-славянском языках, который занимает свое место тоже в богослужении русской православной церкви. Ну, приведу пример. Вот, например, несколько лет назад в Москву приехал грек Костас Фатополос, который организовал школу византийского пения. Он сам сын священника был. И уже он воспитал себе учеников, которые преподают в этой школе. Я знаю, что у них там есть мужской и женский кор, уже организовался из учеников, выпускников этой школы. Они поют постоянно на богослужении в Москве и в разных других храмах. Ну, и, наконец, авторские сочинения в стиле знаменного распева или византийского пения. Вот это такое достаточно экзотическое направление, потому что знаменный распев многим захотелось петь, а материала не было. И кое-кто стал что-то такое сочинять. Вот я сейчас вам приведу пример авторского сочинения, который очень прочно, кстати говоря, входит в обиход современных знаменщиков, которые поют по нотам. Потому что есть люди, занимающиеся знаменным распевом, которые поют по крюкам, и есть которые по нотам. И вот эта екатинья, которую я сейчас вам пропою, она ходит из храма в храм, из монастыра в монастырь в виде нот. И некоторые люди совершенно не подозревают о том, что это сочинение современного композитора, который тоже увлекался в свое время знаменным распевом. Вот я сейчас напою, может быть, вы ее узнаете. Может кто-то слышал, кто-то пел. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Это не древний разум. Древние екатиньи, мы с вами будем сегодня проходить, они ничего общего с этим не имеют. Поэтому, если вы услышите вот такие екатиньи, то имейте в виду, что это современно сочинение. Что такое византийское пение, наверное, практически все знают. Но мы на всякий случай все-таки поставим два образца современного греческого пения. Это будет один из известнейших пений, славящихся своим пением монастырей на Святой горе Афон монастырь Ватапеп. «Песнопение Пасхи». Первая песня из пасхального хана. «Песнопение Пасхи». «Песнопение Пасхи» «Песнопение Пасхи» а второй пример это считается лучший образец женского пения потому что не только мужчины поют женщины в частности вот монахини как и было древнерусской традиции это пели основном мужчины но женских монастырях пели женщины это монастырь марии магдалины вместе под названием армилия а а а и и и и и и и и а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А также некоторые русские хоры, практикующие византийское пение, тоже исполняют на цифровом санамском языке. Кстати говоря, и на Афоне есть один монастырь, который совершает служение на двух языках. Один по-гречески, другой по-циклону-славянскому. Кроме двух главных направлений многоголосного и одноголосного, некоторые хоры употребляют редко исполняемые песнопения. Вот раннее русское многоголосие, так называемое «Страшное пение». Это одно из направлений. В самом начале, помните, я могу сказать, что был основной распев. Были мелизматические распевы, а также было русское раннее многоголосие, которое нельзя назвать многоголосием. В нашем представлении у нас всегда это что-то такое четырехголосное, аккордовое. То это многоголосие достаточно особое, самобытное. Сейчас мы услышим примеры, и вы сразу поймете, о чем я говорю. И, скорее всего, такие же песнопения в древности исполняли особо подготовленные хоры, которые чаще всего обслуживали богослужения, на которых присутствовали и молились архиереи или члены царской фамилии. Итак, среди строчного пения существует два направления. Демественно-путевое, оно так называется, потому что в его основе лежит либо демественный, либо путевой распев, о которых речь будет немножко. Давайте послушаем такое песнопение. Как мы видим, идет распев и его оплетают. голоса, и получается такое своеобразное, как бы увеличенное многоголосие. То есть, многоголосие в широком смысле это не назовете. Ну и, наконец, русское многоголосие раннее знаменное, так это все условные, конечно, такие термины, которые предлагают нам медиевисты и ученые. В основе его лежал киевский или греческий распев. Это уже поздние распевы русской православной церкви. Как слышно, это уже напоминает ранний портез. Вот о чем мы говорили. Портез 17 века с постоянным количеством голосов. И так, собственно, считают специалисты, он как раз и явился продолжением портеза вот этого знаменного направления. Ну вот, эти песнопения практикуются в богослужении отдельными хорами. Достаточно редко это явление. Портезные композиции, которые мы с вами слушали, ну чтобы их пели от начала до конца, службу такого я, конечно, не слышал. Отдельно вставляю некоторые хоры. Вот то, что мы с вами слушали в портезе. И, наконец, многоголосные песнопения иных православных культур. Грузинский, сербский, болгарский. Ну, на самом деле, в Сербии есть одноголосие свое собственное, похожее на византийское, на греческое пение. Болгары традиционно до 20 века употребляли византийское пение, но только с церковно-славянским текстом. А начиная с 20 века, конца 19-го, начала 20-го, под влиянием русской традиции портезной стали либо употреблять и русские сочинения, авторские, а также и свои собственные. Ну и в Сербии у них тоже есть и одноголосные, и многоголосные традиции. Ну и, наконец, вот самобытнейшая грузинская пение, которую тоже некоторые хоры российские привлекают. Я знаю, что есть, либо вставляют отдельные песнопения, либо полностью службу поют. Кстати, в Москве вот есть грузинские храны на улице, рядом с большой грузинской. Там полностью поют грузинские песнопения. Ну, для тех, кто не слышал никогда этого, давайте немножко послушаем грузинский хран. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И являются такие песнопения, как Кондакарный, Большой Знаменный, Путевой и Демеский, а также поздние распевы Киевский, Греческий и Болгарский. Но я имею в виду именно в одноголосном направлении. Потому что Киевский, Греческий и Болгарский распев употребляются в многоголосном обиходе русской православной цели. Ну, достаточно вспомнить, например, предначинательный псалом. Благослови, Душа мой, Греческий и Болгарский. Это греческий распев. Ну, Киевский самый распространенный. Свети тихи, святые славы, без смертного, отца не без того. Или «Глазы», которые мы поем, это не все киевские распевы. Ну, Болгарский распев, он наименее известный. Вообще, ученые до сих пор не пришли к единому выводу, что это за распев, откуда он происходит. Болгары не знают никакого Болгарского распева. Тем не менее, у нас есть несколько песнопений, которые имеют ремарк в Болгарском распеве. Самые известнейшие из них – это две стихиры. Две стихиры «Приедите, ублажим Иосифа» и «Тебе, одеющегося светом, я туризм». Эти песнопения появляются в обиходах XVII века во времена Алексея Михайловича. Они есть и в квадратных нотах. Если кто знает, что такое топоид, то, наверное, эти распевы видят. В свое время Турченинов сделал их многоголосные изложения. Может быть, даже кто-то из вас это слышал или пел. Сами распевы звучат. Я сейчас кусочек напою. Похоже это на византийское пение, но при этом в точности византийское пение это не назовешь. «Тебе, одеющемуся светом, я туризм» «Изою с немыё си содрево с никоемо». И так далее. Наверное, слышно, да? Ну, еще раз говорю, что в одноголосном исполнении киевский, греческий и полгарский распев Звучат достаточно редко В основном они многоголосные Ну и, наконец, среди хоров, не практикующих знаменные пени как систему Вот исполнение таких экзотических распевов, как кондакарный, большой знаменный, путевой и деместный Встречается достаточно редко Ну, с кондакарным пением тут вообще очень все плохо Почему? Потому что это пение вышло из употребления в русской православной церкви к XIV веку Оно исчезло Поэтому есть сейчас один ученый, который расшифровывает это дело Есть один хор, который записывает диски, популяризирует Но насколько это адекватный перевод, мы не можем сказать Скорее всего, это очень приблизительно Даже пример кондакарного пения я вам приводить не буду Потому что в обиходе этого нет А вот большой знаменный, путевой и деместный Мы немножко с ними познакомимся на слух Но о них говорить уже не будем Потому что основная тема нашей встречи это все-таки система А эти распевы, большой знаменный, путевой и деместный Они систему не представляют Потому что это торжественные распевы, которые вставлялись в богослужение Ну, например, большой знаменный распев Это не просто какой-то распев длинный Это определенные системы И ей распиты только определенные яснопения В частности, задостойники Задостойники А также стихи Раевангельства Вот чтобы вам понять, что это за стиль распева Я кусочек вам исполню из задостойника Рождества Христова Any questions in English while he's looking for English people To ask questions Just explain what he's going to sing now in English He's going to sing the examples What he was saying that when it comes to the Seldomly performed brows And when it comes to the monady Мы делаем с Кандакарны Распир, с Градом Знамене, Путево и Деместввене Чант. Кандакарны Чант существует в 14th century в русском оптодотворении. Есть урожащие в России, которые пытаются ревать и революции, но это перевод, и мы не сможем верить. Поэтому Глеб не будет показывать, что Кандакарны Распир, и Деместввен, Глеб, и Деместввен. Это для воскресенья? Да, это воскресенье. Без беды и страх, оме, удобе молчать и любовью Житье во песне слову Жить им. Ну, кусочек. У большого знаменого распева есть свои собственные модели мелодические или поперки, как мы это называем. И эти песнопения между собой достаточно похожи. Они просто единственное, что занимают большое количество времени. Иногда в практическом смысле это необходимо бывает. Например, когда мы поем за достойник на Рождество Христово, когда там совершается литургия Василия Великого. Соответственно, это просто… Ну и во-вторых, это очень торжественное само по себе пение. Потому что за достойник что из собой представляет? Это эстермос. А у эрмосовка, как правило, бывает короткий напев. Чтобы это прозвучало достаточно протяженно и торжественно, для этого существует большой знаменный распев. То есть, имейте в виду, что далеко не все песнопения знаменного распева имеют вариант в большом знаменном распеве. И это определенный стиль. Путевой распев. Путевой распев связан с обиходом знаменного пения и со столповым распевом. Это как бы мелодически увеличенный распев знаменный или столпового. Я вам сейчас приведу пример простого песнопения, чтобы было понятно, о чем я говорю. Отца и Сына и Святого Духа Твоицу Едину Сущную Имя Раздельную. Это знаменный распев. Простой. Теперь то же самое путевой распев. Отца и Сына и Святого Духа, Сына и Святого Духа Твоицу Едину Сущную Имя Раздельную. Возможно, некоторые заметили, что мелодическая волна одинаковая у этих песнопений, но путевой распев как бы мелодически более насыщенный. То есть слога распев, распев каждого слога более такой орнаментный. Ну и наконец, деместный распев. Этот распев, который считают ученые, что все-таки он в обиходе православной церкви стал употребляться не сразу. Это было домашнее пение. И деместным распевом исполняются тоже какие-то отдельные песнопения в определенных торжественных ситуациях. Домашнее вы имеете в виду? Угодное? Нет, именно в домашнем быту употреблявшемся. Потому что в домашнем быту православные христиане не употребляли светского искусства. Пели духовные стихи, а также, возможно, какие-то отдельные богослужебные песнопения исполняли дома на молитве или ради утешения. Деместный распев чем уникален, что несмотря на то, что некоторые песнопения имеют различие по глазам своим, то это всегда будет похожее пение. Там одинаковые совершенно по пению. Вот я ради интереса просто вам сейчас пропою два фрагмента. Один из них тоже будет «Отца и сына» на ритургии, который поется. И вы услышите, какая оригинальная мелодика у этого деместного пения. И оно напоминает первый глаз византийского пения. «Отца и сына и свята Родуха Троицуе Ниносушную и Нераздельную, Нераздельную» Вот такие необычные каденции в деместном пении. И, кстати, некоторые исследователи связывают мелодику деместного пения с протяжной русской народной песней. Ну, чувствуется уже по духу, что это уже что-то такое нестрогое, скажем, церковное пение. Хотя, в общем-то, в каких-то особых ситуациях, вот, например, старообрядцы деместное пение обычно употребляют на большие праздники, если есть большой хор, или когда встречают архиереи, когда сломают архиереи, тоже употребляют деместное пение. Ну, и второй распев деместный кусочек тоже вам хочу привести. Он достаточно известный был в быту русском. Это «На реце Вавилонской» или, как сейчас в современном переводе, «На реках Вавилонской». «На реце Вавилон, Вавилон» Это пел запевщик. А дальше в хор вступал. «На реце Вавилон, 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 Вавилон» Ну, и так далее. Тоже, видите, такой оригинальный напев, но все-таки, мне кажется, он больше подходит для домашнего какого-то молитвенного упражнения или времяпровождения, чем для услуги. Мы еще с вами продолжаем обзор. К понятию «система» мы, собственно, не подошли. Итак, продолжаем обзор многоголосных традиций. Это мы сейчас с вами говорили о редко исполняемых песнопениях. Теперь поговорим о многоголосном пении. Во-первых, существует такое понятие как «обиход». В нашем сознании современном «обиход» это просто нечто четырехголосное аккордовое, где сменяются два, три, четыре аккорда, простые такие на первые какие-то. И мы называем это «обиходом» или, как некоторые сейчас называют, «пением по умолчанию». Когда ремень ничего не ставит, никакие ноты, значит, будем петь «обиход». На самом деле «обиходы» сформировались на основе монастырских обиходов. А вот монастырские обиходы, типа многоголосного обихода киево-печерской лавры, он получил свою основу все-таки на знаменном пении. Просто когда пошло влияние многоголосное, западноевропейское, монахи киево-печерской лавры переосмыслили все это и стали исполнять по многоголосному изложению. То есть они пелись равно по одноголосной строке, но с гармонизацией, вот в таком кантовом стиле. Ну, как это происходит? Вот как раз здесь это описано. Томофонный гармонический склад. Кант или протестантский орал. Идет «кантус фирмус», то есть основной голос. К нему приставляется наверх «фтора», дублеровка такая, да, обычная. Вот сейчас Царь Небесный, когда вначале пели, пели сначала в один голос, а потом кто-то раз стал вот эту «фтора» представлять наверх. Функциональный бас, который ходит вот так туда-сюда. Ну и дополнительный голос, четвертый обычно. Но его можете не быть, кстати, на самом деле бывает и трехголосный или двухголосный. Домофонно-гармоническое. Дополнительный голос, который заполняет эту самую вертикальную. И вот монахи киево-печерского монастыря пели по одноголосию, заметьте. То есть они гармонизовали все это на ходу. То есть это была все-таки устная традиция, выработавшаяся в живой практике. Так. Давайте послушаем образцы киево-печерской лавры в современном исполнении. ПЕСНЯ 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 В знаменном распеве это величание звучало бы таким образом. ПЕСНЯ 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 Здесь в основе киевский распев. И, наконец, третий кусочек послушаем догматика. В основе которого лежит столбовая распев. Перепет и переделывание. Те великою славой, Человеку нашу, И Владыку 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 нашу, Это очень редчайший пример, Потому что самогласное пение Вышло из употребления Устав церковный Устав церковный Предполагает самогласное пение, Когда написано стихеро самогласное. Это значит, что-то должно быть особое. Ну и, наконец, поздние распевы XVII века. Мы их так называем, Музыковеды должны называть их Поздние распевы Киевский, Болгарский и Греческий, Которые я вам уже приводил. Ну и, наконец, Еще направление Портестного пения, Авторские сочинения, Гармонизация или художественная Обработка древних распевов, Знаменного, столпового, Киевского, Болгарского, Греческого. Кстати говоря, В конце XIX и начало XX века Образовалась так называемая Московская композиторская школа, Которая как раз ставила свои идеи Возвращение к древности. Но никакого возвращения к древности не получилось, Потому что возвращение к древности Могло бы быть только в употреблении Древнего пения, А не в его какой-то художественной обработке. Ну, по сути дела, Получилась какая-то музыкальная ниша, Музыкальное направление. Ну, возьмем всеночную рахмани. Там есть древний распевы, Все здесь перечислены. Но, тем не менее, Это не богослуживные песни. Кастальский, Чесноков, Греченинов, Композиторы, Представители этой московской школы, Которые занимались художественной обработкой Или гармонизацией Вот этих распевов. Но так все это и осталось В виде экспериментов, Иногда высокохудожественных экспериментов. Ну, и наконец, Существует сочинение в стиле Обиходной гармонии. На самом деле, Понятие обиходной гармонии, Оно достаточно, на мой взгляд, Такое уродливое. Объясним почему. Потому что, Само понятие обихода Предполагает какой-то распев В своей основе, Гармонизованный. Ну, вот как мы приводили Обиходки Юпичерской лавры, Там у них эта гармонизация была живая. Такая в естественной среде возникшая. То есть, не какой-то автор, композитор Что-то там гармонизовал, А живое было нечто это. Так вот, потом Регенты, певцы, композиторы Выделили некую последовательность аккордов, Которая возникает при этой самой гармонизации. И стали сочинять нечто похожее, Такой в стиле вот этих аккордов. Где никакого распева нет. Ну, я думаю, что достаточно вспомнить Сочинение, например, Феофана. Там словословие. Такое известное. Или, например, Алиманов, Сбранного его. Ну, это что-то такое вот. Хотя, никакого распева там нет. Так. Ну, вот тут написано Обиходная гармония. Устойчивый последний аккордов При гармонизации распева в Кантринске. Ну, и, наконец, свободные сочинения. Им же не с числа следует стиле светской музыки. Мы, зайдя в православный храм, Где поет какой-нибудь более-менее продвинутый Портесный хор, Слышим всевозможные жанры. Марши, Польки, Мазурки, Танцевальные и так далее. Причем считается так, что если это праздник, То должно быть что-то такое маршиообразное. Вот достаточно вспомнить прекрасное сочинение Кастальского «Христос воскресе» в стиле военного марша. «Христос воскресе из мертвых до смерти» Это типичный военный марш. Или «Светися, светися» чесноковый. «Христос воскресе из мертвых до смерти» Этот самый репертуарный принцип, О котором я вначале говорил, Формируется из перечисленных выше направлений согласно. Руководитель хора, регент, Может ставить разные хирургинские. А дуб ведь скучно хирургинский. Надо обязательно менять, Чтобы было разнообразнее. Или, например, настоятель храма говорит, Что вот сегодня праздник, Я хочу сегодня услышать хирургинскую такого-то акта. А предначинательный псалом такого-то акта. Или бывает, что прихожане заказывают. Бывают благодетели, которые оплачивают скорбь. Тоже говорят, что мы хотим такое сечение не услышать. Или, например, обижаются, Когда на какой-то праздник не услышат привычное им Какое-то партейсное сочинение. Дело доходит до скандалов. Как мы видим, это не церковный подход. Это все наши церковные болезни, Которые выработались за последние 100-200 лет. И, конечно, ни о какой системе, И о системном подходе, который нас ведет Именно к молитвенному созерцанию богослужения. Здесь речи бы не могли. И, наконец, репертуарно-тематический подход. Когда репертуар формируется из песнопения близких по распеву, Например, давайте сегодня знаменым распевом петь. Или будем петь по обиходу Кирпичевской лавре. Или давайте распоем сегодня в стиле 19-го века, в стиле 18-го века. Или авторские циклы, как в «Сеночное бдение», Исполняются в некоторых храмах, Такими полусветскими хорами. Ну, а также некоторые песнопения Могут подбираться в зависимости от праздника, Времени и церковного года. Например, на праздник Сретения, конечно же, Хорошего подготовленного и уважающего хора Должен спеть такой ныне окущающий, Солистом Стракина, Музыка Стракина, наверное, значит, В стиле похоронного марша. Наверное, значит, похоронный марш. Типичный похоронный марш, да. Ну вот, и мы подходим к противовесу Вот этому репертуарному принципу, Репертуарному тематическому, Подходим к системному принципу, Когда определенный распев, Ну, в византийской пении традиционный распев, Да, или знамен распев, Используется как целостная система Для распева богослужебных текстов В течение всего годового круга. Что с непривычки Воспринимается как некая скукота. Для человека, который, конечно, Не привык Слышать церковный текст, А привык слушать музыку приятную И, так сказать, Переживать какие-то просто определенные эмоции. Такие вот, я говорю, даже примитивные эмоции, Что праздник это должно быть Что-то такое маршообразное, Или, как вот мы вчера говорили, На Пасху у нас должно звучать Пасхальный канон в стиле русской народной песни Плесовой Барни-барни-барни-барни-суда Это, конечно, но Можно переключить дальше, да? Здесь как раз Говорится о том, что Репертуарно-репертуарно-тематический подход Предполагает использование церковного пения В качестве музыкального оформления Это очень важно Это очень важно Что Регенты и певцы Получается, становятся не молитвенниками Они занимаются Оформлением Музыкальным оформлением Бога служения Создают определенные Эмоциональные настроения Вызывают определенные Эмоциональные переживания И, как следствие этого Народ или сами певцы Получают эстетически от этого Насложение И фактически Вот это Бартесное пение С вот таким репертуарным подходом Делает Церковное пение Декоративно-прикладным искусством То есть Нечто вспомогательное Системный подход И священник Без споры Бессилен Да То же самое, как Один человек На клиросе не певец То есть Если мы В знаменной традиции Возьмем, что там Одноголосная традиция Она чем универсальна Сколько бы певцов ни пришло Не все будут петь в один голос И, например В византийской традиции Я знаю, даже если будет два человека Они обязательно разделятся на два клироса Один станет на правый Другой на левый И будут петь как по лодкам У нас, как правило Действуют эти стереотипы И если Значит Если приходят Два человека То их, конечно же, заставят петь двуголосие И Ну, не буду сейчас на этом останавливаться Хорошо? Так вот Системный подход Соответствует Задачам богослужения Богослужебного пения Почему? Потому что он Не занимается музыкальным оформлением А он Благодаря вот этой системности своей Порядочности Порядку церковного пения Он само пение Отодвигает на второй план То есть мы привыкая К одним и тем же распевам Уже слышим не распев А Слышим Текст Богослужебного Понуждает Понуждает в внимательной молитве Потому что мы уже не развлекаемся Не переживаем определенные какие-то эмоции И приятные ощущения У себя вызываем А Начинаем думать о тексте Понуждает Понуждает в внимательной молитве Созерцанием богослужебных текстов Как Участников Богослужения То есть молящихся Так и самих певчих Которые совершают пение от имени народа Вот он Принцип распевы То есть откуда взялись певчие В храме В древности Богослужения Исполнял весь народ Но оно достаточно простым Богослужебное пение Простите Оно достаточно было простым И богослужебное пение Исполнял весь народ Затем для исполнения Отдельных песнопений Стали Таких как Например Стихир самогласный Стали Выделяться Особые Певцы Которые Посвящались На это Служение Через Малое Посвящение Через Хиротесию Согласно Канонам Православной Церкви И если мы посмотрим Как это было В Древней Руси То мы увидим Что Именно Богослужебные Книги Перческие Содержат в себе Самогласное пение То есть то Которое исполнял Клирос А Обиход Который повторялся Каждый день Рувимская Святая Тихия До Конца 16 века Не нотировался Никаких Богослужебных Книг Содержащих Песнопений Нотировок Не было О чем это говорит Что вполне возможно Что это пел и народ Да И это О' что-то Контрид Продолжение следует... 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 Продолжение следует...